Рыцарский замок И вот, собственно, зачем все это происходит, в чем разница между латами и кольчугой, какие особенности вот именно такого амбундирования на сегодня, насколько оно аутентично тому, что было, попытаемся разобраться в оставшееся наше эфирное время. Я с удовольствием представляю гостей. Анастасия Поломарчук, сотрудник кафедры средних веков ИСТФАК СПБГУ. Все правильно? Все правильно, очень приятно. Анастасия, здравствуйте. И Иван Соколов, реконструктор. Иван, добрый день. Добрый день. Ну вот, собственно, первый, наверное, и главный для меня вопрос. Зачем? Откуда все это пошло? С чего началось? Ну, у каждого это начинается по-разному, безусловно. А у меня все это началось в достаточно позднем возрасте, потому что я пошел в аспирантуру по специальности истории. То есть это вот из специальности перешло вот в такое увлечение или наоборот? Ну, скорее, специальности перешло в увлечение. Ну, причем у меня был не средние века тематика, у меня была тематика более поздняя, 18-е столетие, поэтому как-то... Так вроде к рыцарям-то, да, уже никакого отношения попа не имела. Да, к рыцарям уже никакого отношения не имела, но тем не менее. Тут еще, в принципе, сказалось и спортивное прошлое, и фехтованием занимался некоторое количество времени. И поэтому это было еще достаточно интересно с этой точки зрения. То есть такое получилось естественное продолжение и увлечения, и профессии на тот момент? Ну, вряд ли естественное увлечение, но и продолжение. Ну, да, да. Просто хочется понять, кто сегодня идет в рыцаре? Кто сегодня идет в рыцаре, я не могу вам сказать, поскольку я уже, в принципе, пришел туда достаточно давно, да. Но кто вместе с вами участвует в турнирах? Разные люди. От студентов до, как бы, работающих, там, юристы, геологи, программисты. И программисты тоже. Возможно, те, кому надоело сидеть и играть за компьютером, хочет прикоснуться к реальной такой истории, к реальной игре. Опять-таки, не скажу за всех, да, но, в принципе, если мы будем рассматривать реконструкцию так, как мы ее должны рассматривать, да, то реконструкция — это, в принципе, метод научного познания того, что было. Можно сказать, такая вспомогательная, вспомогательная, слабо признанная официальной наукой дисциплинка. Про официальную науку. Анастасия, насколько вот сегодня все это, вот вы видите то, что у нас представлено, да. Вот если можно сейчас, мы гравюры бы поискали из учебников по той же истории средневековой, да, можно вывести. Анастасия, к вам, соответственно, вопрос, как специалисту именно по истории средних веков, насколько все это аутентично? Так как я как раз это рыцарство доблестное наблюдаю становление от первого курса и до выпуска, и до аспирантуры. То есть у вас все студенты гремят латами, нет? Ну, практически. Я однажды пришла на экзамен, и на столе было свалено вот груда вооружения. У меня было две версии, что либо они сложили оружие, и уже вот все, задаются, либо сейчас преподавателю будет плохо. Но с точки зрения официальной есть, ну, во-первых, позитивный момент. Что, как Иван сказал, это метод познания, я бы поспорила с ним по поводу словонаучного, но, безусловно, ценный способ познания и, ну, пробуждения интереса. И то, о чем сказали вы, это явно желание, да, молодых людей и не очень молодых людей, в сегодняшнем, в общем, на половину виртуальном, а на вторую половину очень меняющемся обществе, найти что-то реальное. Это действительно метод познания реальности. И если бы он сопровождался, скажем так, поддержкой академического сообщества, если бы студенты-реконструкторы больше уделяли времени и чуть-чуть учебе, которая позволит им стать и серьезными людьми, и хорошими реконструкторами, вот это было бы здорово. И действительно, вспомогательная функция эта очень полезная, потому что, ну, вот, во-первых, пробуждает, как мы видим на экране, лучшие мужские качества, силу, постоянство, мужество. Во-вторых, загораются глаза. А чем это кончится? Тем, что человек будет хорошим программистом, тем, что он станет профессиональным историком, философом, культурологом. Или просто по-хорошему увлеченным человеком, который свободное время проводит, а, в компании таких же увлеченных делом людей, который готов вот изучать все эти детали и, простите, проводит время на открытом воздухе, а не дома за компьютером, это две большие все-таки разницы. Это в любом случае позитив. Но вот этот метод познания реальности, он имеет еще одну сторону, как раз более, чем реальную, если хвататься за это слово. Я просто пару лет назад наблюдала в Выборге вот такой фестиваль. Там один день, соответственно, был, что называется, для своих турнир, а второй день уже показательный. И вот случайно я оказалась на первом дне, когда были достаточно серьезные повреждения среди тех, кто участвовал в турнире, и кровь лилась в прямом смысле слова, и кого-то вот оттягивали буквально с поля брания. Как часто такие случаи бывают? И, собственно, готовы ли, когда организуют такой турнир, к подобным историям? Травматизм, он есть, но травматизма, в принципе, очень мало. Травматизм, безусловно, он зависит от, наверное, по сути дела, одного фактора. Это фактор подгонки своего снаряжения. По сути дела. То есть, если снаряжение, как бы, там, какой-нибудь ремешок не затянул, что-нибудь еще там не подтянул, вот, то, в принципе, вероятность травмы, она может быть. Но, в принципе, это примерно то же самое, что зимой ходить по улицам нашего города. То есть, все-таки, когда вот то, что вы принесли сейчас, да, тот же меч поднимается, и вы его обрушиваете в ударе на потенциального врага, пускай и только на этот короткий промежуток времени, тем не менее, вероятность того, что он пострадает, минимальная. Я правильно понимаю? Да, поскольку еще у нас, помимо всего прочего, есть правила, да, правила, как бы, воевого взаимодействия, и они, грубо говоря, запрещают нанесение... Прямых ударов, как я сейчас описала. Нет, наверное, нанесение ударов в незащищенную часть тела. Иван, а можно, вот как раз, раз мы заговорили про меч, да, конкретно продемонстрировать, как это все эффектно выглядит? Да, вот, пожалуйста. Это меч, это копия... Меча. Хотела спросить, сколько весит, но уже почувствовала. Что-то порядка полукилограмма, может быть, 700 граммов, да? Нет, он весит где-то... Меньше? Нет, кило 100, кило 200, вот так примерно. Какая я сильная. Ну, это на первый взгляд. Слушайте, но он не заточен, ничего, он не представляет, не холодное оружие. Нет, он не заточен, ничего, это не холодное оружие. Слушайте, а сколько стоит вот такую штуку себе сделать? Мастера есть, сцены у мастеров разные. А вот мы с мастером, с кузнецом чуть попозже с одним свяжемся. Наш корреспондент Екатерина Леникова сегодня хотела примерить, не только меч в руках подержать, но и доспехи примерить. Не вышло. Почему, сейчас узнаете. Главное в мундировании, видимо, шлем и кольчуга. Ой, еду. Вот так вот. Такая нелегкая, да, судя? Да, это конкретно весит 18 килограмм. И второе, самое главное, естественно, это шлем, который должен защитить голову бравого воина в сражении. Все уже одевать? Да. То есть защита бедра непосредственно. Дальше защита корпуса. Да. Помочь еще чем-нибудь? Да. Не помню. О, мы это сделаем. Как же они бедно одевались-то? С трудом. Собака. Можно и без него. А. Зачастую выходили без него. Сколько вся эта красота весит? Ну, если в полном обвесе, то это килограмм 25-30. Может больше. Можно как-то? М? Шевелиться в этом можно? Да, конечно. Можно даже прыгать. При особом уровне не можно танцевать в этом, но недолго. Как ощущения там внутри? Как в танке. То есть видно чуть-чуть, ничего не слышно, и дышать невозможно. А вот пока мы все это наблюдали, Анастасия, вы озвучили, что на самом деле опасность-то представляет не меч, а другой момент в таких боях? Ну, в условиях реального боя, наверное, да, крестовые походы и так далее, конечно, меч представляет опасность. Но то, от чего страдало доблестное рыцарство, как на турнирах, так и в других ситуациях, это те последствия от удара, да, те гематомы, которые вот даже такой доспех от них не защищал, удар турнирным копьем оставляет след. Вторая опасность-затопчут. Если не затоптали, но если человек падает с лошади в течение жизни регулярно, довольно, в шлеме, вот есть такая точка зрения, что Генрих VIII, английский, который был большой любитель турниров, нрав свой, горячие пылки, те действия, те решения, которые подтолкнули его к реформации, это следствие многочисленных травм, которых он получал на турнире. При падении с лошади как раз в доспехах. Да, его один раз чуть не затоптали, он четыре часа лежал, как мертвый. Ну, ожил, но последствия-то были для Англии, последствия турнира. Это были самые серьезные. Вот я, простите, прерву вас, обещала, что присоединится к нам и не только реконструктор, но и кузнец Виктор Куликов. Он сейчас с нами на прямой связи. Виктор, добрый день. Да, день добрый, чудесный. Да, вот мы тут как раз говорим про травмы. Я знаю, что вы не смогли к нам добраться именно из-за такой травмы, которую получили во время реконструкции. Что случилось? Мне копьем случайно подлетело в руку. Ну, несерьезно, я надеюсь, жить будете. Да, пустяки, перелом пято-пято, ну и немножко бровь растекли мечом. Вот вы не только участвуете в реконструкциях, вы еще и как раз изготавливаете те самые доспехи, насколько я знаю, и прочие атрибуты, которые, наверное, являются все-таки главной составляющей зрелищности такого турнира. Если не секрет, много ли заказов? И сколько стоит вот у меня, Иван, с вашего позволения, в руках меч? Весит он примерно полтора килограмма, а ценность он какую представляет? Какого он периода? Это меч миланского герцога Людовика Моро, ну, копия. Вот, соответственно, он датирован в 1450 году. Вот, Виктор, сколько, много ли заказов подобных? И, соответственно, сколько стоит вот такой же меч, к примеру, сделать? Ну, стоимость меча, она колеблется от 15 до 50 и выше, тысяч рублей, разумеется. Но настоящие реконструкции готовы платить и больше. Ага, а кольчуга, к примеру, или лата сложнее сделать? Кольчугу обычно предпочитают заказывать и за границей, там они дешевле. А среднестатистические латы, вот, набор на человека стоит около 100 тысяч. Ничего себе. И, повторюсь, у вас много заказов таких? Или только себя обеспечиваете в основном? Ну, приходит в основном себя и ближайшее окружение, то есть собственный клуб. То есть без работы тоже не остаетесь? Никогда. Замечательно. Виктор, спасибо вам скорейшего выздоровления. Желаем и от имени гостей, и от имени редакции, чтобы в ближайшее время уже приняли участие в одном из таких турниров. И еще один момент. Вот мы смотрели, когда материал нашего корреспондента, там, вы меня простите, внешность главного героя, и когда он еще кольчугу начал надевать, вот хотелось, чтобы он был Ильей Муромцем, там, Алешей Поповичем, к примеру, а никак не рыцарем того или иного иностранного ордена. Почему наши, там, Александра Невского не реконструируют, к примеру, наши-то баталии не менее любопытные, Куликово поле? Наши баталии действительно не менее любопытны, но тут есть, как бы, чисто такой момент, наверное, соответствия доступных источников. К сожалению, если по Западной Европе, опубликованных в том или ином виде источников, по которым можно делать те или иные вещи, да, достаточно много, и можно, грубо говоря, делать от самого нищего крестьянина до дворянина средней руки, потому что богато, к сожалению, не к сожалению, а к счастью, совсем не сделать, потому что там ткани, ну, достаточно сложная история, достаточно сложная, чем тот же 1812 год, да. А по Руси, к сожалению, у нас то, что найдено, то, что раскопано, то, что опубликовано, оно так или иначе соотносится только с, как бы, старшей дружиной и боярами. То есть это, как бы... Ну, просто не так интересно, не так много уровня. Нет, 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 тут вопрос в том, что, когда человек занимается реконструкцией, то есть если он делает, допустим, пехотинца, то он делает пехотинца, и пехотинца уже делает и гражданский костюм. Хорошо. Вот, простите, Анастасия, вам еще слово хотела предоставить. Может быть, вот как раз среди ваших студентов, которые проходят, как вы сказали, с первого по пятый курс с мечами, со шлемами и щитами, есть те, кто интересуется не только средневековой Европой, но и нашей страной? Я вот тоже хотела дополнить в том, что, я думаю, средневековье действительно оно лучше обеспечено источниками. Плюс все-таки Петербург, Выборг – это Европа. И мы здесь никак не изменяя своему патриотизму, просто мы ближе к Европе. Но реконструкция российская, там, где начинается хорошее обеспечение источниками, это XIX век, это наполеоновские войны, ну, там наши играют с одинаковым, по-моему, пылом и за Россию, и за Францию, и тоже возникает интерес к Первой мировой войне, и к Второй мировой войне. Да, и в этом году как раз, к сожалению, не самая веселая годовщина, связанная с Первой мировой войной, я знаю, что достаточно много реконструкций на эту тему и было, и еще будет. У нас просто на связи еще один собеседник, Жан Багдасаров, организатор фестиваля «Рыцарский замок-2013» в Выборге. Жан, добрый день. Добрый день. Собственно, к вам первый главный вопрос. Не было ли каких препятствий при организации этого самого фестиваля со стороны администрации Выборга? Потому что, я думаю, все наслышаны о внезапном выпаде относительно того, ну, что мы реконструируем немцев, давайте реконструировать Александра Невского. Ну, нет, не было. То есть, несмотря на то, что письмо было, письмо действительно в том духе, что было написано, что реконструкция европейского рыцаря, там, немецкого рыцаря, это антипатриотично, и символик это антипатриотично. Тем не менее, большая часть чиновников все-таки посмеялась над этим, и здравый разум как-то уделила меня. Честно говоря, я даже не думал, что настолько у нас здравомыслящих людей много. Ну, видите, поддерживают вас, это не может не радовать, и адекватно относятся к тому, что все-таки для Выборга это еще и интересное событие, некий эвент, как сегодня принято говорить. Жанна, что готовите, что, собственно, будет за фестиваль, чем он будет отличаться от тех, которые уже существуют, которые уже прошли даже в этом году в частности? Ну, каждый год, да, мы стараемся что-то новое показать. Вот, каждый год что-то такое новое, оригинальное. Ну, вот, будем показывать. Да, и в этом году, если, то мы планируем, помимо сражений, пеших, конных и так далее, мы планируем показать средневековую жизнь, вот, вечернего города. То есть, у нас планируется такое название средневековый город, вот, где, ну, конечно, это понятно, что это немного маутрируем, вот, но, тем не менее, вот, как, скажем так, мы выжимаем самое интересное, то, что можно представить, что могло быть. Чтобы могло привлечь зрителей. Жанна, спасибо вам большое. Я напомню, что фестиваль пройдет через неделю в Выборге, а на этой неделе с 18 по 26 мая в ЦПК имени Кирова фестиваль тюльпанов, в том числе и голландские тюльпаны, будут совершенно шикарные. Так что, уважаемые телезрители, не теряйте время, несмотря на погоду, приходите и на фестиваль тюльпанов, и не забудьте с 18 на 19 в ночь, Ночь музеев. Выбирайте программу, отправляйтесь, ночью курсируют и автобусы, и даже метро, ну, и, конечно, специальные автобусы для Ночи музеев. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго.